Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы по вашей просьбе, многочисленной, будем вязать сухую мушку из практически тех отходов, которые у нас остаются при вязании основных мушек. Значит, что нам понадобится? Вот я, допустим, у меня, вы видите, остаточек вот такой пера. Я его дергал на усы для бока плавал, и у меня осталось вот еще перышко. Чтобы оно у меня не пропало, я вот сейчас сделаю паузу и быстренько свяжу ручейника, чтобы использовать максимально все это перо, жалко выбрасывать. Но если у вас остаются вот такие вот ости, как вот у меня, я, допустим, видите, тоже, можно спокойно использовать для изготовления тела. Значит, что еще нам понадобится? Любое вот такое вот, чтобы было хорошей стекловидности перо, с более-менее жесткими бородками, но хорошей вот такие вот длины. понадобится, я, допустим, вязал стримера и другие, у меня остаются вот отходы, я выдергиваю вот такие вот от перышек кончики, которые потом, так же, как и здесь, вот вы видите, тоже потом я использую для вязания других приманок. Если у вас нет, то желательно тогда найти перо, ну вот, приблизительно вот такое вот, браун, это вот ближе, это скальп, ближе, которое вот к шее, голове, и выбрать то перышко, чтобы была имитация у нас крылышек. Перо оттенок желательно использовать не черный, но вот коричневый, желтый, можно даже отчасти и оранжевый, зеленый, рыбе, как говорится, это только приветствуется. Ну, давайте я сделаю паузу, быстренько свяжу ручейника, а потом будем вязать нашу поденочку. Вот, друзья мои, я потратил буквально здесь 7 минут и сделал вот такого красивого ручейника. Я ждать не буду, пока здесь еще надо будет наносить на головку лак, поэтому будем сейчас с вами вязать нашу имитацию поденочки. Убираем ее, сохнуть. Крючок я беру для эмиджеров вот такого формата. Значит, крючок сам по себе, это по форме Тимка 200р, чтобы вы знали. Ну, многие мне опять говорят, вы, говорит, прикладывайте линейку. Ну, друзья мои, я назвал номер, назвал серию. 16 номер. Можно вязать и на 18, но, сами понимаете, это уже все зависит от того, как у вас будут руки. Что я делаю? Для того, чтобы не скользила наша нить, нить берем самую-самую вот тонкую, какая только вот у нас имеется. Вот так, без фанатизма, наносим клей. И вначале проматываем, потому что потом крепить очень много нам нужно будет материала. Нить у меня очень-очень тонкая. 0-0, я уже говорил не один раз в фильмах. Отколечко и стараюсь, ну, то есть, получится виток к витку, значит, виток к витку нет. Как получится. Это уже не столь проблематично. Главное, чтобы нитка наша с клеем достаточно хорошо закрепилась. Украшать я ее ничем не буду. Нам понадобится еще только лишь плавающий даббинг. Он может быть как CDC использовать, натуральный. Вот доходим до этого места, и больше мы здесь не делаем. Ставим в удобное положение для нас крючок. И я беру, ну, честно скажу, небольшую щепотку, небольшую, сложно сказать, сколько здесь, 3, 5, 8, 10 бородок. Вот все зависит от вашего пера, какое вы будете использовать. Подравниваю. Отщипну. И вот видите, вот такая вот кисточка. Может, она и большая, но это вы уже сами определитесь, это не страшно. Значит, длина хвостика должна равняться длине тела. Тело наше вот будет заканчиваться примерно вот здесь. 2 третих будет тело. Поэтому я прикладываю по всей длине. Прикладываю и смотрю, как у меня здесь мой хвостик будет. Отлично. Меня вполне пока устраивает. Как только вот немножко вот так зашли за загиб, останавливаемся, приподнимаем перо и под пером проматываем. Этим мы наш хвостик заставим распушиться вот так. Теперь я выбираю, ну вот сколько мне здесь нужно длины до моего тела. Остальное я обрезал, накосую. Так, и чтобы не делать лишнюю работу, вот у меня осталось еще перо. Жалко его обрывать, поэтому я вот отрежу там, где у меня осталось перо. И у меня получилось. Может быть короткая, может быть достаточная. Я еще пока не знаю. Скорее всего, что немножко будет она короткая. Нужно, чтобы ось была на такой крючок где-то в районе 12-15 сантиметров. Подхватываю его у хвостика, кончик. И теперь я двигаюсь вот по всему телу. Стараюсь без нагромождений сделать, закрепить весь материал. Пройдем еще раз. Подровняем тело. И теперь смотрите, что здесь очень важно. Не утяжелять приманку. Желательно было бы мотать сразу на голый крючок. Но учитывая то, что у нас имеется хвостик, и он тоже имеет какой-то объем, можно было его откусить, и там потом будут ступеньки, если его не мотать по всей длине тела. Чтобы мне вот сейчас было более-менее удобно, потому что скажу откровенно, вот такой длины перышки крепить легче, чем те огрызки, которые остались у меня. Что я делаю? Я прикидываю, какой мне высоты нужны крылышки. Вот как раз меня они вполне вот так устраивают. Беру теперь. Вот здесь у меня будут, как я и говорил, две трети. Заканчивается тело. И прикладываю с той стороны, которая к вам. Мое перышко. Годится. Беру теперь другое перо. И так же его подравниваю, сколько мне нужно. Подравниваю с этим перышком. Прикладываю уже со своей стороны. И подтяжку веду, когда нить у меня уже к вам. То есть так же под прямым углом 90. Не нужно брать и делать больше. Закрепили. Вот наши два перышка. Теперь что? Я беру, развожу одно. И второе. Вот так в сторону. У нас должна выйти приблизительно вот такая конструкция, которую мы потом, да даже не потом, а вот даже сейчас можно ее вот так поднять вверх. И оставить в этом положении. Берем теперь другое. Ниткой. Поднимаем вверх. И оставляем вот в таком стоячем положении. Вышла вот такая у нас конструкция. Теперь что я делаю? Беру вот это перо, которое у меня лишнее. Я его подрезаю, накосую. Вот так, чтобы мне не мешало. Теперь окончательно беру, подравниваю здесь. Уже наши крылышки никуда не денутся. Должно напоминать форму личинки. Поэтому вот как вам будет удобно, так и проматывайте. Глория, вот которая имитирует. Тело достаточно у нее объемное. И, ну, честно скажу, много нужных материалов, которые не у всех есть. В частности, очень даже было бы хорошо использовать CDC даббинг для этих целей. Вот все. Возле колечка стараемся не нагромождать материал. Потому что она у нас будет немножко клевать. Делаем завершающий узел. И пока оставляем нитку здесь. Что я обычно, как я делаю? Для удобства можно брать нитку, можно оставить. Это уже не столь существенно. Потому что я в данный момент буду использовать функцию ротори. То есть, вращая мои тиски. Потому что для фильма мне очень неудобно будет использовать. Немножечко я наношу клей. беру перодержатель, обычный за кончик пера. Если перо у вас получилось сухое, то можно перо увлажнить. взять немножко его, сбрызнуть любой вашей пшикалкой, какая есть. Или быстро окунуть и вытащить из емкости с водой. Или подержать над паром. Ну, то есть, кому как будет удобно. И вот так вот, не торопясь, чтобы не повредить ость ажала крючка, я используя функцию ротори моих тисков, я виток к виточку наматываю ость. Можно использовать и перо павлина. Это абсолютно не будет сильно влиять на это. Поэтому тело можно, ну, так как я говорю, у меня осталась вот красивая такая ость, которая будет хорошо играть у меня в воде, ну, и в то же время плавать, потому что мы с вами эту ость еще должны будем немножко вскрыть лаком. ну, я смотрю, что мне в принципе-то моей ости должно хватить. отлично. Меня вполне все устраивает. Теперь, чтобы не было никаких здесь нагромождений материала, я немножко вот увожу. нитку сейчас мы нитку вернем. Большими вот такими шагами. Теперь я беру, просто обматываю вот так вокруг ости нитку и нитку поднимаю вверх. то есть у меня уже в этом месте хорошо эта ость закрепилась. Отрезаем лишнее. Теперь, для того, чтобы наша приманочка служила очень долго, нам необходимо вот ее скрыть лаком. Без фанатизма, но так, чтобы у нас лак равномерно все пропитал. Вот так. Ну, понятное дело, мы с вами немножечко теперь должны подождать, пока лак наш высохнет. Одного-двух раз вполне будет достаточно, даже одного раза достаточно. Как вы видите, тело у нас хорошенькое, блестит. Я закрепил перо сухое, которое будет имитировать у нас лапки. Подбирать его нужно по загибу или равно, или же чуть-чуть, может быть, больше или меньше, но никак не в два раза больше. Выставляем крючок в удобное положение, так как не совсем удобно будет потом наматывать. И если у вас имеется набор CDC, или же у вас имеется даббинг Antron, который позволяет также использовать, можно использовать вот такой, как я уже показывал, хендесовские наборы даббинга, который тоже отлично плавает. я беру вот такой ржавый, камера может немножко неправильно показывать баланс светности, беру вот такой коричнево-ржавый даббинг, нитку я подкрасил, чтобы у меня даббинг не скользил, я или вощиной, как я уже вам неоднократно рассказывал, или вот у меня есть вот такие остатки хороших церковных свечек, я пройду по нитке. Что теперь мы должны с вами решить? Мы можем вот оставить крылышки так, как есть, это будет у нас паденка, которая упала, будем говорить, так отложила яйца и умирает, умирающую паденку, ее рыба подбирает тоже с превеликим удовольствием, или же я, когда сейчас буду даббинг проматывать, имитацию делать грудки, я вот так его подыму вверх, и у меня получится отличная плавающая паденочка. Выбирать вам, то есть, закрепив вот так перо, мы с вами спокойно можем связать два варианта нашей приманки. следим за тем, чтобы не было скученности материала, подкручиваем и подтягиваем руками наш даббинг, проходим вот так между крылышками, как я и говорил вам, друзья, как вы решите, вот так у вас крылышки зафиксируются. самим даббингом мы поджимаем и ставим их вверх. Возвращаем опять его вот так и опять проматываем как бы вот восьмерочкой. И у меня крылышки вот поднялись очень симпатично, очень красиво. Длины, я так думаю, будут вполне достаточно. Значит, грудка должна быть объемна и достаточно такая хорошо видимая рыбе. Это немаловажно. Стараемся пару миллиметров до колечка не доходить, потому что потом будет неудобно нам крепить перо и делать головку. Головка должна быть, ну, считайте, она что есть, что ее нет. Потому что чем тяжелее будет у колечка крючка, тем наша приманка будет клевать. Ну, вот, приблизительно такого количества мне будет вполне достаточно. Подкрашу на всякий случай опять у меня белая нитка, я беру обыкновенный черный вот такой вот маркер и им же спиртовой им подкрашу нитку любым оттенком. Поэтому белая нитка всегда вы понимаете предпочтительнее. Теперь, опять же, здесь, если вы бородки пера захотите, чтобы они шли вот у вас колечку или же от колечка, то есть, как вам будет, друзья, удобно. Это вы уже выберете для себя сами. Это не столь принципиально. Главное, чтобы было намотано правильно перо. Следим за тем, чтобы наша перышка не утащила наши крылышки. Вот так придавливаем их, направляем как бы вперед. Сделали пару оборотов за, переходим перед крылышками, и вот они у нас уже выравнялись. И теперь до колечка я делаю два-три оборота. Как вам будет удобно. Это уже не столь принципиально, потому что большой ёршик на этих двух-трех миллиметрах изготовить будет очень тяжело. Вот оторвалось как раз оно у меня вовремя. Перо проматываем, убираем, слегка увлажнив пальцы, убираем все назад, не за один присест. И здесь получается мы должны с вами ну вот как у меня здесь вот вышло, что я только вот как бы закрепил материал. Учитывая то, что нитка у меня тонкая, мне не нужно, я здесь вес ничем не увеличиваю. То есть меня это очень спасает. Ну и все. Теперь делаем завершающий узел. но учитывая то, что здесь у меня не нужно сильно мазать лаком, и чтобы не портить перо, я беру опять же мой клей, наш клей, и вот буквально сантиметр я промазываю нитку клеем. клей я уже неоднократно вам показывал, ребят, вот 705 Акфикс. И теперь уже здесь окончательно я поджимаю перо и проматываю своей ниткой. Все, ни головку делать, ничего не нужно, потому что мы материал уже весь с вами закрепили. Остается только лишь сделать узел, одного двух раз вполне достаточно, так как клей подхватит. Никуда уже не распустится, никуда уже не денется наша поденочка. Так как крылышки я увлажнил, они вид не очень имеют сейчас, но у нас должна выйти вот такая приманочка. Сейчас мы ее теперь подровняем и вот такая имитация поденки. Ну, понятное дело, что это большая, даже вот в моем варианте это достаточно большая, делать нужно на 18-м крючке. Ну, как говорит мой друг Егор Бабич, ты говорит, попробуй сделать вот такая у него от полутора до двух сантиметров делал поденки, рыба достаточно уверенно берет даже самая мелкая. Ну, а здесь у нас вышло, сейчас я специально полезу за линейкой, значит, у нас вышло вместе с хвостиком два сантиметра вышла приманка. Ну, а если так, как на воде полтора выйдет хвостик. то есть, ёршик поддерживает. Почему я применил вот такой крючок, а не прямой, потому что у меня в данный момент нет таких прямых, чтобы было слегка удлиненное цевьё, и на коротких нимфовых вышло бы не очень хорошо, поэтому я сделал на таком слегка гнутое тело. У нас хвостик будет прилипать к воде, ёршик будет приподнимать наши крылышки, тоже слегка погрузившись, и жало крючка у нас будет под поверхностной плёнкой находиться, поэтому всё очень здесь нас устраивает, конструктивно наша приманка вышла достаточно хорошая и красивая. Мне, например, нравится, и я знаю, что она действительно ловит рыбу. Значит, ещё что в завершении. Крылышки вы можете ставить любые, но вот я, допустим, почему выбрал ни чёрные, ни серые, ни зелёные, ни какие-либо. Хвостик оранжевый и яркие вот такие крылышки. Рыба в основном в сумерках и в предрассветные или на закатные часы хорошо реагирует на вот такие падёнку, и нам уже плохо видно на расстоянии 10-15 метров нашу приманку, поэтому вот эти цвета нам будут как бы дополнительно мы будем видеть нашу приманку. Ну, в принципе, это всё. Благодарю вас за внимание. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, я жду на почту. субтитры создавал DimaTorzok